Сегодня вторник, 24 марта. Свою работу продолжает информационная служба канала RTVI в студии Сергей Кения. Здравствуйте! Итак, сейчас в мире. Крупная авиакатастрофа произошла сегодня на юге Франции. В департаменте Альпы Верхнего Прованса разбился пассажирский лайнер Аэробуса 320. Воздушное судно, принадлежащее компании German Wings, выполняло рейс Барселона-Дюссельдорф. По предварительным данным, на борту самолета находились около 150 человек, 142 пассажира, в основном граждане ФРГ и 6 членов экипажа. Как сообщают французские СМИ, Аэробус исчез с экранов радаров примерно спустя час после вылета. Есть также информация, что сам вылет был задержан на полчаса. Кроме того, сообщается, что до крушения лайнер стал резко терять высоту. Экипаж посылал сигналы бедствия. Украина потеряла четвертую часть своей экономики из-за конфликта в Донбассе. С таким заявлением сегодня выступил премьер-министр страны Арсений Ценюк на встрече с губернаторами. По словам главы Кабмина, из-за военных действий закрыты сотни предприятий. Киев призывает страны-партнеры оказать большую помощь для преодоления самого масштабного гуманитарного кризиса в Европе со времен Второй мировой войны. Проблему усугубляет также вышедшее на первый план противостояние президента Петра Порошенко с губернатором Днепропетровской области Игорем Коломойским. О ситуации в Украине мой коллега Владимир Унанянц. Украина на пороге открытия второго фронта. Конфликт между президентом Порошенко и губернатором-миллиардером Коломойским стал самым серьезным внутренним кризисом за все время работы нового правительства. И, кроме того, заставил обратить внимание на потенциальную угрозу, исходящую от частных вооруженных формирований. Аналитики отмечают, до недавнего времени бизнесмен и политик Коломойский был одним из самых преданных сторонников киевского правительства. В свое время он из личных средств профинансировал добровольческие батальоны, которые сыграли решающую роль в недопущении расползания конфликтов в центральные регионы Украины. Причиной нынешних разногласий Порошенко и Коломойского стала судьба двух компаний – Укрнафта и Укртранснафта. Олигарх, недовольный принятым Верховной Радой законом, чувствительно ударившим по его интересам, пригрозил силой решить конфликт интересов. Но Киев, судя по всему, не намерен терпеть губернаторский демарш. Концепция Коломойского существенно отличается от концепции той части элиты, которая доминирует сейчас в Украине. Вместо войны до победного конца он неожиданно предлагает отдать максимум финансовых полномочий регионам и фактически признать Донецкую и Луганскую Народные Республики. Его ключевое слово – децентрализация. Порошенко же, напротив, путем установления контроля над ключевыми госкомпаниями, сегодня стремится упрочить центральную власть. У нас есть два субъекта, которые мы не признаем – это ЛНР и ДНР, но которые состоялись, к большому сожалению нашему. Они существуют. Мне кажется, что мы очень зациклены на том, что всем управляет Путин и за всем этим стоит Путин. За такую позицию Коломойского уже называют предателем, особенно на фоне резолюции палаты представителя американского конгресса, рекомендовавшей Бараку Обаме все же помочь Киеву оружием. В Москве решение конгрессменов расценили как попытку сорвать выполнение минских договоренностей и провоцирование эскалации конфликта в Донбассе. Проводя параллели, российский МИД припомнил Вашингтону Югославию. 24 марта 1999 года организация Североатлантического договора, начав варварские бомбардировки, развязала войну против суверенного государства – Союзной Республики Югославии. Этим актом агрессии были грубо попраны устав ООН, положение Хессингского заключительного акта, общепризнанные нормы международного права и резолюции Совета безопасности ООН. То же самое, но под несколько другим соусом, по мнению Москвы, Вашингтон делает в Украине сегодня. И неожиданную поддержку Кремль получил из Лондона, точнее из посольства Эквадора Великобритании. Основатель Викиликс Джулиан Ассанж заявил о давних попытках США вывести Киев из сферы влияния Москвы. Так или иначе, аналитики уверены, в нынешнем противостоянии Порошенко и Коломойского за спинами героев конфликта обязательно появятся тени глобальных игроков. Владимир Унанянц, RTVI Израиль шпионил за переговорами по иранскому ядерному досье. Как утверждает американская газета Wall Street Journal, после того, как Тегераны шестерка международных посредников начали обсуждение судьбы программы по обогащению урана, Иерусалим запустил разведывательную операцию. Используя в том числе средства прослушки, власти еврейского государства хотели быть в курсе консультаций, проходивших за закрытыми дверями. По сведениям издания, помимо перехвата информации, Израиль получал и данные с конфиденциальных брифингов США от осведомителей из дипломатических источников. Все это, как отмечает Wall Street Journal, делалось для того, чтобы не допустить заключение соглашения с Ираном. В Вашингтоне, впрочем, были возмущены не самими попытками раздобыть секретную информацию, а тем, что израильтяне делились этими сведениями с американским конгрессом, чтобы сорвать сделку. Ближневосточные джихадисты воруют чиновничьи зарплаты. Боевики группировки «Исламское государство» ежемесячно присваивают себе десятки миллионов долларов, перечисляемых иракским бюджетникам на оккупированных экстремистами территориях. Как отмечают западные СМИ, если Багдад прекратит выплаты, то без денег останутся тысячи госслужащих. Если же зарплаты продолжат переводить, захватчики еще больше обогатятся. Боевики могут использовать похищенные средства для покупки оружия. Другими основными источниками дохода джихадистов являются продажи нефти на черном рынке, грабежи и получение выкупов за заложников. В Австралии разгорается политический скандал, главный герой которого – премьер-министр Тони Эбботт. Как выяснили СМИ, в минувшее воскресенье политик побывал на дне рождения миллионера Пола Маркса в элитном гольф-клубе в Мельбурне. Само по себе участие главы правительства в частной вечеринке горнорудного магната может просить тень на его репутацию. Но компрометирует премьера и то, что добирался до Мельбурна. Он на VIP-самолете австралийских ВВС. Оппозиция уже потребовала от эпода объяснений. Стоит отметить, что в прошлом году Пол Маркс направил в фонд либеральной партии, которую возглавляет премьер, 250 тысяч долларов. Еще полмиллиона она получала от компании, принадлежащей Марксу. Итак, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. О развитии событий в нашем следующем выпуске я не прощаюсь.